Крещение Крещение или Богоявление празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост. В прежнее время существовал обычай, в котором ясно выражалось русское нищелюбие. Накануне Богоявления наши предки рано, до рассвета, ходили по тюрьмам и жилищам бедняков с щедрой милостыней. В этот день каждый русский человек считал своим долгом подать что-либо из пищи нищим, чтобы те имели чем разговеться после однодневного предпраздничного поста. Праздник Крещения Господня – один из самых древних праздников в христианской церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Слово «баптиста», которым в греческом тексте Нового Завета обозначается крещение, буквально означает «погружаю в воду», «окунаю». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода – начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим духом, произойдут все живые существа. Где нет воды, там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать. Как водой великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое. Иоанн Креститель, или предтеча, последний ветхозаветный пророк, был на полгода старше Иисуса Христа. В 30 лет он получил повеление от Господа – идти в долину реки Иордан и возвестить всем людям о скором пришествии в мир Спасителя и о том, чтобы все приготовились к его встрече, покаянием и крещением. Велико было дело Иоанна. Смутное время переживала Иудея перед его появлением на свет. Внутреннее бытие народа было ознаменовано гордостью и унижением одновременно. Люди считали себя избранными на основе великих обетований, данных их отцам. Рассчитывали на особое благодеяние Божие. А иго иноплеменного владычества, под которым находился в то время Израиль, уродовала его общественную жизнь, наносила жестокий удар национальному самолюбию. Понятно, почему ожидание Мессии, обетованного Избавителя, было в то время средоточием всех помыслов народа. Но образ этого грядущего Мессии в умах народа не соответствовал тому образу, который являли пророки. Религиозное сознание народа, угнетенное внешним социальным рабством, изнутри разъедало себя чувственными склонностями, которые любому рабству всегда сопутствуют. Поэтому всякий раз, когда умолкали воздвигаемые Богом ревнители духовного закона, места истинных учителей народа занимали те, которые хотели быть устами народных желаний, по слову пророка Иезекииля. Сколько человечество видело уже таких лжепророков, угадывающих то общественную нужду, то желания власть имущих, то откровенно преследующих свои нечистоплотные цели. Когда человека призывают к тому, к чему он тайно вожделеет, ему очень трудно устоять, даже если раньше ему удавалось побороть это наваждение. Вот почему лжепророки способны растлить общество в чрезвычайно короткие сроки. Человек как бы получает опору не для своего нравственного чувства, а для роста своего греха. Слепота порождает тьму, ленность связывает разум, и человек становится рабом своих чувств и желаний. Он уже верит в них и почти исповедует их как истину, сам того не замечая. И вот к такому народу Бог послал своего пророка. Отсюда и сущность его проповеди – покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Но в него не смогут войти люди с чувственными наклонностями, с нечистым, грубым и развращенным сердцем, с ожиданиями земных благ. Поэтому предтеча вызывает ко всеобщему очищению – принесите искреннее раскаяние о содеянном, отрекитесь от своих грехов. Но Иоанн не ограничился одной только проповедью покаяния. Он понимал, что слово может изгладиться из памяти слушателей по их грубости и невнимательности. На чувственные сердца надо было воздействовать через чувства, то есть создать обряд, который бы соединял в человеке слово с живым ощущением. Надо сказать, что между иудеями были приняты различные очищающие омовения. Их требовал закон. Они совершались многократно и не только над людьми. Кроме этих омовений, у иудеев был еще обряд принятия язычников в иудейство. Историки полагают, что он вошел в обыкновение после плена, вместе с другими очищениями, когда многие из язычников присоединялись к иудейству. И вот Иоанн, призванный Богом подготовить людей к пришествию Господа, уже прижившийся в иудействе обряд, наполняет новым мистическим смыслом. Он устанавливает крещение покаяния. Оно заключалось в том, что во время погружения в воду истинно кающиеся свидетельствовали искренность своего покаяния и исповедовали свои грехи, то есть называли их. Этим действием они как бы начинали борьбу со своими страстями и обязывались впредь удерживаться от злых дел и очищать душу от дурных помыслов. Сам Иоанн смотрел на свое крещение как на приготовительное. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот к нему приходит Иисус из Назарета. Иоанн, считая себя недостойным крестить Иисуса, стал удерживать его, говоря, «Мне надо бы накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». После крещения Христа крещение для людей уже не просто символ очищения. Здесь Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий. Богоявление открыло нам великую божественную тайну Святой Троицы. Теперь каждый крещающийся приобщается к этой тайне, по словам Христа, к своим ученикам. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». В память того, что Спаситель своим крещением осветил воду, два раза бывает водосвятие. Накануне праздника вода освящается в храмах, в сам же праздник Богоявления, в реках или других местах, где берут воду. Шествие для освящения воды в памяти крещения Спасителя в Иордане называется крестным ходом на Иордан. Крест, трижды погружаемый в воду при общей церковной молитве, таинственно знаменует собой самого Спасителя, погружающегося в воды Иордана. Присутствуя на этом великом священодействии, мы как бы находимся на Иордане в момент крещения Господня. И с года в год на наших глазах повторяется то Богоявление, которое презревал своими духовными очами святой Иоанн Креститель Господень. В этот момент вода, потерявшая свою первозданную чистоту от смертоносного воздействия человеческого греха, вновь становится чистой и святой, благодаря тому, что в нее погружается причистое тело Господа, освящающего всю природу животворящим прикосновением к своему творению. Воплотившись, милосердный Господь уничтожил власть греха и смерти над своим созданием и вновь осветил всю природу. Священен воздух, которым он дышал, священная земля, по которой он ходил, священные воды, в которых он крестился. Уже первые учители церкви упоминают об особом свойстве, освященной в этот день воды, замеченном еще в древней церкви и действующем поныне, не портятся от продолжительности времени и сохранятся совершенно свежей в продолжении целого года и даже дольше. К освященной воде христиане с древних времен имеют великое благоговение. Современная богослужебная практика различает двоякое водоосвящение, великое и малое. Великое или богоявленское водоосвящение совершается только накануне крещения Господня, в конце вечерней службы в храме и в сам праздник, после литургии, на реках, морях, озерах, источниках и в водохранилищах. Малая водоосвящение совершают в одни всех иных праздниках, как правило, перед литургией и во всякое время по желанию верующих. В ходе водосвятного молебна священник и все христиане молятся о том, чтобы Господь очистил воду своей благодатью, и она, преображенная силой Святаго Духа, исцеляла недуги, отгоняла нечистую силу, освящала всякое место и всякую вещь и укрепляла христиан духовно и телесно. Крещенская вода называется в православной церкви Великой Агиасмой – святыней. Хранят ее в домах при святых иконах. Крещенскую воду употребляют для окропления храмов и домов, назначают ее пить тем, кто по каким-либо причинам не может быть допущен к причастию тела и крови Господних, а также больным, немощным, одержимым нечистыми духами. Великая вода освящения обычно происходит на естественных водоемах, где с торжественным молением освящается водная стихия. В Севастополе каждый год совершается крестный ход на Иордан к морю у берегов Херсонеса. Троекратным погружением креста в морскую воду при общей молитве всех христиан освящаются воды Черного моря. Крещение – это начало восстановления первоначального образа Божьего в падшем человеке. Великая тайна, совершаемая в крещении, достигает сознания не сразу. Крещение делает нас единой отраслью со Христом, как бы прививает нас к Нему. В воде крещения – источники новой жизни, человек умирает для греха и воскресает для Бога. Но чтобы подлинно осуществить свое крещение, то есть стать образом Христа, нужна вся жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok